Ну и как уже говорилось выше, один из самых острых и в то же время ожидаемых моментов в истории БССР, да и в истории всей нашей государственности, воссоединение. В пользу возвращения западных районов в исконные границы звучал голос нашего классика, Якуба Колоса. Именно о нем, о великом поэте и писателе, и настоящем простом Беларуси испанимония наш сегодняшний эпизод из цикла «100 лет БССР». И он сам стал Пцовский, значит, с Панямоння, с 1982 года. Батька его лесником был у Радзивиллау. Атримливается все наше разом перед его вачима, о двадцать уже наставничал на Пинщине. Як тут куточек свой родный край не полюбить? А где молодость да каханне, там безумовно верши. Пасля революции у Минска, а лезмены революционные, и они повсюли у верших, и у темах, и у жити, и вось уже и першая поэма. Першая полесская повесть. У званни народных поэтов с купалом першая. У тридцать девятым с купалом у тым народным сходе, что обвести у провзъединанья. А вот один з перших наших романов по леску и свою хронику поспев завершить. Не диво, что Климук наш перший на орбите у космоса, миновитая, го верши взял Якуба Колоса, сына простого панямоньского лесника. Думаем про яго, коли узгадываем с того депа СССР. Климук наш перший на орбите у космоса,